Всем привет, подписчики и зрители канала. Я долго думал над тем, как назвать этот видеоролик, потому что, с одной стороны, это новости, с другой стороны, это какое-то субъективное мнение относительно ситуации в стране. В общем, вы название увидели и, поймите меня правильно, оно удалось мне нелегко. Сегодня мы поговорим о том, когда правильнее совершать покупки, если вы, ну, собственно, хотите купить какой-то товар, электронику. Вот уже время подходит, но ваши планы вмешиваются, не зависящие от вас причины, в том числе изменение курса валюты и, соответственно, подорожание конечного продукта. Записываю этот ролик 11 марта, когда доллар чуть больше 70 рублей, евро чуть больше 80. Если мы проведем аналогию, например, с стоимостью товара, да в том же самом компьютер-юниверс, например, на момент конца февраля 2020 года, то за 120 евро с нас просили 9600 рублей. Сейчас же за 120, за те же самые 120 евро с нас просят 10 с половиной тысяч рублей, чуть поменьше. То есть не сложно догадаться, что с каждых 100 евро мы переплачиваем там 750-800 рублей. Вот примерно такая у нас сейчас ситуация есть, мы никуда не можем от нее убежать. И те мысли, которые я сегодня выскажу, это, возможно, для некоторых будут не новостью, у некоторых они крутятся в голове. Поэтому, если кто-то хочет развить эту мысль в комментариях, то, пожалуйста, welcome. А для тех, кто собирается совершить покупку в ближайшее время, я думаю, что то, что я скажу, однозначно лишним-то точно не будет. С одной стороны, у нас все очень просто. У нас есть доллар и евро, у нас есть отношение этих зарубежных валют к рублю. У нас есть в данный момент ситуация, когда рубль сильно подешевел, и за доллар, либо за евро просят его очень и очень много. Для человека, живущего в России, совершенно не важно, сколько товар будет стоить в евро на том же самом компьютере Юниорс. Для него важна стоимость в рублях. Так вот, если применять, например, текущую ситуацию, текущее положение дел в стране, то, ну вот я уже приводил пример, да вы и сами знаете, за товар, который стоил раньше, который стоит везде 100 евро, и для всех это 100 евро, а для России это конвертация в рубли. И вот в рубли это может быть там 9 тысяч рублей, сейчас это стоило 10 тысяч рублей. В общем, человек, когда видит такое положение дел, начинает задавать себе вопрос, а что мне делать? Вот у меня есть задача приобрести товар, куда мне идти, как мне совершить покупку правильно. Что если я куплю сейчас, и получается я купил за самый невыгодный курс, который был за последние там, например, 3 года? Не очень хорошо, ведь с одной стороны, вроде бы я ищу место, где сэкономить, жертвую гарантией своим временем. Ну, в конце концов, некоторые беспокоятся о том, что ты отправляешь деньги, и какое-то время еще не видишь товара в руках. То есть, это такой обратный кредит получается, где тебе оказывают услугу после того, как ты заплатил за нее деньги. Ну, называется предоплата, но некоторым людям из-за того, что это предоплата с зарубежным магазином, с зарубежным партнером, вся эта ситуация не нравится. Ну, вот какие-то примерно такие мысли у вас в голове. И моя рекомендация, обратите внимание на этот же самый товар, но уже в России. То есть, если раньше, например, вы планировали приобрести себе смартфон, и в России он стоил 30, в компьютер Universe он стоил 25 тысяч рублей, вы прикидывали и делали вывод, что 5 тысяч это стоящая экономия, то теперь ваши планы внеслись, некоторые корректировки от вас независящие, и смартфон, который стоит те же самые еврики в Германии, в рубли стал стоить уже 28 тысяч рублей. Обратите внимание на Яндекс.Маркет, обратите внимание на Маркет.Озон, на онлайн-трейд тот же самый. Я, возможно, в ближайшее время сделаю, даже, скорее всего, сделаю раз и навсегда про онлайн-трейд. Хороший магазин, не без недостатков, но покупать там, безусловно, стоит. Поэтому, если хотите, если у вас прям желание приобрести товар здесь, сейчас, если он вам, как говорится, кровь из носу нужен, ну и объективно вы понимаете, что вам все равно его покупать недели раньше, недели позже, какая разница. Сравнивайте цены, просто в момент нестабильной экономики, скажем так, во время нестабильной экономики нужно быть максимально внимательным. Почему рекомендую обращать внимание на крупные маркеты? Просто потому, что ценообразование у них динамическое, но они не всегда успевают уследить за ситуацией в стране. Вы можете сейчас со мной не согласиться, вы скажете, что, йоу, в России, это же предприниматели, они практически все занимаются наи-бизнесом, суть которого в том, что чем больше людей ты обманишь, да, вот на е, ну вы сами понимаете, тем больше ты заработаешь, но далеко не все магазины так работают, исходя из объемов, иногда магазину проще распродать остатки по, скажем так, по маркет прайс, по изначальной стоимости, по стоимости с наценкой, исходя из стоимости закупа, а не так, как иногда бывает. Купили за доллар, поставили наценку, продают за два, курс у нас изменился, теперь закуп стоит не доллар, а два, и все магазы начали делать наценку и продавать уже за четыре, а закуп-то был за доллар, получается, прибыль-то у нас 300%, а не двукратная, как была изначально. Ну и тут вы можете уже начинать возмущаться, вполне резонно, и задавать мне вопросы в комментариях. Дэн, а, собственно, в чем смысл ролика? Ты что пытался нам донести в виде 10 минут о том, что нужно при покупке сравнивать стоимость? Ну ты серьезно, что ли? Мы ведь вроде как нашли тебя среди тысяч других каналов, и мы понимаем, что прежде чем купить, нужно сравнить стоимость, что дорого, это значит невыгодно, типа, что ты хочешь нам вообще сказать? На самом деле не все так просто, и это не все так просто заключается в прямом, скажем так, отношении компьютер-юнирс, что я имею в виду? Ну вот, например, у вас есть желание приобрести товар, например, ситуация в стране нестабильная, если раньше вы отдавали 100 рублей, сейчас отдаете 120 рублей. Какая ситуация произошла с зарубежными магазинами, компьютер-юнирс в том числе? Я уже говорил о том, что в компьютер-юнирс гигантское число покупателей из России, и определенный процент, если я не ошибаюсь, мне, вот у меня где-то раньше была статистика, по-моему, вот даже в 2018-м, что ли, покупателей из России на компьютер-юнирс было порядка 43%, то есть это половина всех покупателей, которые совершают заказы со всего мира, ну, грубо говоря, грубо говоря, совсем грубо говоря, там не весь мир, конечно, заказывает, из этого всего мира половина покупателей из России. Соответственно, ситуация в стране нестабильна, пороги беспорщинного ввоза меняются, появляются товары, которые вроде бы как и не сильно дешевле, чем у немцев, а у немцев и ждать, и проблемы у них с гарантией, и не отвечают они на письма, и, 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 собственно, покупатели уходят в другие магазины, и компьютер-юнирс теряет прибыль. В этой ситуации, в ситуации нестабильной экономики, можно урвать достаточно интересные и необычные товары, которые не продаются на территории России, которые предназначены для рынка Германии, например. для каких-нибудь там развитых стран Европы, с хорошими скидками. Также, исходя из того, что покупают люди на компьютер-юниверс мало, соответственно, приток покупателей меньше, соответственно, поддержка работает лучше, и в случае проблем ваш вопрос решат гораздо вероятнее и быстрее. Ну и, конечно, если раньше в день заказывало тысяча человек, из этой тысячи человек 100 человек захотели изменить заказ, аннулировать, подкорректировать позицию, там что-то, короче, поменять, из этой сотни проблемных заказов 50-60 изменяли, корректировали, тратили на них время, то теперь при нестабильной экономике, я уже говорил, что русских там 40%, сейчас уже больше, там 50-60, скорее всего. Под ситуацией по 20-му году я не знаю, потому что порог беспошлиного ввоза изменили, и я больше чем уверен, ситуация, конечно, совершенно иная. То мы сразу из этой тысячи отметаем 500, у нас сразу вместо сотни, там, 50 проблемных заказов, и, например, 30-ка в день, которые необходимо редактировать. Времени больше? Да. Теоретически поддержка должна работать в два раза быстрее. Практически человеческий фактор в два раза быстрее не получается, но, тем не менее, есть у вас проблемы? Написали, вам ответили. В Computer Universe всегда есть возможность купить товар, который не продается на территории России, который предназначен для рынка Германии, который еще и стоит очень вкусную цену. Вы его приобрели, вопрос по товару, пришла не та комплектация, не те характеристики, почта России, не дай бог, что-то повредила. Написали и сразу получили ответ. Получается, Computer Universe становится неким таким хоум-магазином, я даже не знаю, как это описать, но, в общем, магазин интересен тогда, когда сервис налажен и качество товара достойно, но одновременно с этим при проблемах, при возникающих проблемах в кратчайшее время вам готово предоставить внятный и корректный ответ. То есть, мало продавать качественный товар по низкой стоимости, нужно еще и иметь качественный сервис. Ну, а Computer Universe последние, ну, года полтора уж точно качественным сервисом не славится, поэтому все эти нестабильности, с одной стороны, это, безусловно, плохо, и это однозначно плохо, с другой стороны, здесь как бы и нет. Но даже вот в такой неприятной ситуации можно словить для себя какие-то неплохие лузы, я не знаю, получить какой-то фидбэк от магазина, и, в конце концов, даже остаться в плюсе, ну, либо постараться остаться. Также мы, безусловно, держим в голове, что на Computer Universe очень много уцененных товаров по очень вкусным ценам, по ценам, которые в России никогда не будут ниже, чем на Computer Universe, хоть будь курс в два раза выше, чем сейчас, на Computer Universe все равно будет выгодно их покупать, и, соответственно, покупателей-то, в принципе, меньше, потенциальных желающих приобрести какой-либо товар меньше, получается, что, ну, у нас с вами все карты и все козыри в руках. Я к тому, что даже если мы с вами видим, насколько рубль стал ничтожен, все-таки мы не будем забывать о том, что где-то в Computer Universe какие-то товары есть очень интересные, где-то люди живут хорошо, где-то трава зеленее. Просто сравнивайте стоимость, понимайте, где выгоднее купить, и никогда не ставьте крест. Вот мне очень много людей пишут, что 200 евро забыли вообще о покупках из-за рубежа, ничего там не покупаем, все, только Россия. Only местные магазины, вот, пожалуйста, Eldorado NVIDIA. Нет, друзья, я прекрасно понимаю, что государство будет вставлять палки в колеса, что будут налоги на налогах, и эти налоги, которые мы будем уплачивать, еще будут покрываться сверхналогами, но вот так уж происходит. Ну, это же очевидная история, и вы все прекрасно понимаете, к чему все идет. Ну, я надеюсь, что вы все понимаете. Поэтому вот, вот, в принципе, такая история, такой мой совет, наверное, неоднозначный, но с которым, наверное, стоит согласиться. Если у вас другое мнение, напишите его в комментариях, мне будет интересно посмотреть, послушать, что вы там пишете. Спасибо, что посмотрели, идеи для новых роликов также оставляйте в комментарии. И всем, друзья мои, пока, и хороших покупок. Надеюсь, что ситуация с экономикой изменится в ближайшее время. Если нет, то, собственно, на этом наша полномочия все. Всем пока. Субтитры сделал DimaTorzok